Всем привет! С вами снова Диана, и это новый эпизод Q&A, где я отвечаю на ваши вопросы. Так что поехали! Если кто не знает, то все вопросы мне нужно написать на Ask, либо группу ВКонтакте, либо хоть где. Главное пометьте с хэштегом Q&A. На самом деле, иногда я просто поражаюсь, сколько вопросов вы мне задаете, и я не успеваю на них всех отвечать. Так что для этого это видео существует. Я рада. Первый вопрос это твоё любимое время года, почему? Я уже, мне кажется, безумное количество раз говорила, даже в прошлом влоге, что я обожаю весну. Во-первых, у меня день рождения весной, и это половина причины, почему я люблю весну. Во-вторых, это время, когда всё обновляется, когда листья на деревьях растут, когда новые цветы появляются, когда становится теплее и так приятнее на душе. И поэтому мне нравится это время года, потому что я себя чувствую, что у меня есть новое начало, что я могу сделать всё, и что весна как-то на меня подбатывает. Так что да, я очень люблю весну. Что скажешь о ситуации с Эксо? Я знаю, это очень старый вопрос, он был мне задан около месяца назад, и сейчас более-менее всё как-то успокоилось. Но вообще я считаю, что проблема не в группе вообще никак, проблема в самой корпорации СМ, и я об этом говорила на своём первом канале недавно. Поэтому да, я думаю, что парни, держитесь, фанаты, тем более держитесь, потому что сейчас будет, фух, непонятно, что с Эксо, что с Эфикс, что Соня, считаю, что Супер Джуниор. Сейчас все будут страдать просто... да. Следующий вопрос. Привет, Диана, у тебя очень красивое имя, есть история, почему тебя так назвали? Да, на самом деле есть история, меня назвала Диана не моя мама даже, а две мои бабушки, и я была названа в честь принцессы Дианы, которая принцесса Англии была и погибла в катастрофе, трагически. И почему меня так назвали, как бабушка мне рассказала, потому что она дала мне это имя. Все очень любили просто Сутиану, и народ её обожал, просто боготворил, и они хотели того же самого для меня, чтобы меня любили так же сильно, как её. И это очень, знаете, чизый, так, ммм, но мне в этом нравится, и я всегда любила своё имя, но когда я узнала эту историю, я просто полюбила его в сто раз сильнее, поэтому да, я обожаю своё имя. Следующий вопрос, какими духами я пользуюсь? У меня есть проблема, у меня есть духи для каждого времени года, для каждого сезона, то есть, да, но у меня нет ни одного флакончика для безиму, это меня очень горчает. Сейчас я пользуюсь не духами, а мист от Victoria's Secret, Pure Seduction называется, мне он безумно нравится, я постоянно брызгаю, конечно, он быстро выветривается, мне это не нравится, и очень большой флакон, да, там, потому что это body mist, но, да, у меня опять, у меня опять горло сейчас, надо меньше разговаривать. Следующий вопрос очень длинный, поэтому я сейчас буду не запинаться, простите меня. Какой у тебя темперамент? Ты сдержанный человек? Спокойный ли ты человек? Способна ли ты наглубить человеку из-за плохого настроения? Скажу, что да, и вся осень у меня такая, если честно, и каждую осень, просто вот не трогайте меня, потому что у меня будет настроение вот такое, ну-у-у-у-у, roller coaster of emotions. Я не сдержанный человек вообще, меня очень легко разозлить, и я всегда стараюсь, конечно, сдерживать себя как-то так, но это очень редко получается, и большинство времени я просто срываюсь на разных людей, но я всегда понимаю, что это очень глупо, и я сразу же как это понимаю, я извиняюсь, я прошу прощения, потому что я себя некомфортно очень чувствую, когда я делаю своему любимому человеку, своему дорогому человеку неприятно, это меня просто так вот, поэтому, да. Правда ли, что в Корее очень важны формальности при общении, плюс акцент на том, кто старше? Да, это очень правда, это, сейчас вам скажу, даже не как-то сказала формальности, а больше дедовщина какая-то, если честно. Меня это очень раздражает, потому что, во-первых, я не привыкла к этому, у меня менталитет совершенно другой, во-вторых, я считаю, что как-то издеваться над человеком и заставлять что-то делать против воли только потому, что он младше тебя, это очень глупо и странно непонятно. Я вижу это каждый день просто в нашей школе, просто везде как-то в городе, на улицах, только потому, что человек старше или младше не дает вам какого-то права как-то свести себя по-другому по отношению к нему, как-то его не уважать, я считаю. Поэтому, да, в нашей школе есть мальчики, которые старше, старшеклассники, и они могут сказать, принеси, принеси мне вон то парня, который старт, младше их, и просто он обязан пойти, он обязан пойти и сделать это. Или если они играют в футбол, если один на другого прикрикнет, типа, отдай мне мяч, он просто ему обязан его отдать, как бы не форматно обязан-обязан, да, но это как бы принято, что ли. И меня это раздражает очень сильно, я тоже должна, должна, как бы, всех холить и лить, и говорить, опа, он не, но, ну, честно, мне это очень сильно нравится. Мне нравится этот вопрос, и это последний вопрос, на который я отвечу. Как твои родители относятся к тому, что ты видеоблогер? Знают ли они об этом? Как к этому относятся Максим? Смотрит ли он твои видео? Мои родители, я им говорила в безумное количество раз, но, по-моему, они это пропускали мимо ушей, и я не уверена, что они сейчас об этом в курсе как-то, потому что было время, когда я немножко это забросила все, было время, когда я вернулась в это все, и так что, я думаю, что я, они думают, что я просто балуюсь этим, я делаю это несерьезно, хотя на самом деле я партнер ютуба, поэтому все серьезно, сериал шип. А что касается Максима, это очень всегда странно рассказывать людям, что я снимаю видео для ютуба, и как бы, как ты это расскажешь человеку? Ты знаешь, я ютубер. Как бы, я не знаю, как об этом говорить с людьми. И был такой момент в наших отношениях с Максимом, когда я поняла, что это единственная вещь, которую он не знает обо мне. И мне было безумно стыдно, потому что я ему очень доверяю, и мы делимся всем. И как-то скрывать это от него было тоже неприкольно, но, с другой стороны, показывать ему тоже было очень странно. И, в общем, я ему сказала, я ему скинула ссылку, сказала, ну вот все. Камень из уши упал. И, в общем, он посминялся, он смотрит мои видео. Но так как он живет в Китае, конечно, это иногда не получается, потому что ютуб там забанен, вы знаете. Но, да, он смотрит мои видео, он мне какие-то советы постоянно дает насчет этого, и я очень рада. Это очень смешно просто вспоминать, я поэтому сейчас смеюсь. Так что, да, Максим знает, родители, по-моему, вроде знают, но вроде не догадываются. Так что, да, это все были вопросы на сегодня. Спасибо вам большое за безумное количество вопросов. Их просто, ну, очень много. Я выбрала совершенно несколько, и в следующий раз отвечу на оставшиеся вопросы. И если у вас будут новые вопросы, обязательно напишите вас вот сюда. Так что, да, я пойду пить чай, потому что горло опять першит, не могу разговаривать, говорю как Бейонсе, хотя, конечно, нет. Желаю вам хорошего дня, хорошего вечера, хорошего утра. Вас всех сильно люблю в дислексии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok